Привиться можно не только в поликлинике, но и во многих общественных местах. Работает 43 стационарных и 9 мобильных пунктов. Рядом с торгово-развлекательным центром АКОМОЛ также работает прививочный кабинет. Пункт открыт 1 мая 2021 года. И на сегодняшний день привито 345 человек в этом пункте. Какую вакцину здесь можно получить? На сегодняшний день это ГАМ-КОВИД-ВАК, спутник ВИИ. Пождем поставки остальных вакцин КОВИВАК и ЭПИВАК-КОРОН. С кем можно проконсультироваться, чтобы выбрать себе подходящую вакцину? Перед вакцинацией пациент обязательно получает консультацию доктора и допуск к вакцинации. Людмила Туманина недавно сдавала кровь на антитела. Их обнаружено не было. Людмила Петровна долго не раздумывала и сделала прививку. Пункт был выбран не случайно. До него добираться быстро и удобно. Я подумала, что надо пора уже сделать. Нечего тянуть с этим делом. Тем более, что пункты вакцинации очень удобно расположены. Я живу в соседнем доме. И мне все равно было через дорогу перейти в Пушкалевское кольцо. И сделать здесь. И я сделала это по пути в магазин. Геннадий Прокофьев работает в медсанчасти. Опытный врач тяжело перенес ковид. Он и его семья боролись с недугами его последствиями с августа по февраль. Поэтому мужчина массовую вакцинацию поддерживает. Из-за слабости практически я не вставал. Было тяжело воспринимать. Поэтому все было. Всякие мысли. Состояние было до потери контроля. Психотическое расстройство, ажитация, как в медицине называют это. Это отсутствие контроля за тем, что происходит. Вплоть до галлюцинаций. Поэтому это тяжело вспоминать сейчас. Поэтому сейчас самое главное, что я делаю выводы, это нужно уберечься заранее. Напомним, в вакцинирование населения входит в задачи нацпроекта здравоохранения.